Главный правозащитник ООН рассказал об откровенном разговоре с властями Узбекистана о событиях в Нукусе. В Пешкейке и в Астане полдень. Меня зовут Джебек Бегариева. Здравствуйте. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что у него состоялся откровенный разговор о Нукусских событиях с властями Узбекистана. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам своего трехдневного визита в страну. По словам Тюрка, он призвал Ташкент провести прозрачное и независимое расследование тех событий, в том числе рассмотреть вопрос привлечения к ответственности в гибели людей. Кроме того, главный правозащитник ООН надеется на то, что Узбекистан полностью искоренит пытки заключенных. Тюрк также поделился деталями встречи с Шавкатом Мерзиёевым и признался, что глубоко признателен президенту за его решимость ставить во главу угла права человека. Однако, подчеркнул правозащитник, власти Узбекистана не должны забывать, что продвижение этих вопросов – процесс, который никогда не заканчивается. Я поднял вопрос необходимости устранения явного гендерного разрыва во всех сферах жизни – от политической до общественной. Я приветствую твердое намерение президента и председателя Сената исправить этот дисбаланс. Также меня вдохновили новости о планах криминализации домашнего насилия по признаку пола. Волькер Тюрк завершил свой трехдневный визит в Узбекистан, где он успел встретиться с властями страны, в том числе с президентом и каракалпакскими активистами в Нукусе. Между тем, правозащитник Галыма Гелеуов заявлял, что многие из них так и не смогли попасть на встречу с главным правозащитником ООН. По его словам, утром перед мероприятием к активистам приходили сотрудники госбезопасности и запрещали им выходить из дома. В Казахстане на один год арестовали российского анархиста, противника войны России против Украины Дениса Казака. В России его объявили в международный розыск. Там Казака обвиняют в оправдании терроризма. В начале февраля россиянина задержали в Алматы местные силовики. Затем юноши назначили 40 суток ареста. Теперь его продлили на 12 месяцев. Запрос на задержание Казака, как выяснил The Insider, отправили из Москвы. Россиянин просрочил пребывание в Казахстане на месяц и мог бы быть депортирован, но теперь из-за ареста дело о его депортации приостановлено. 19-летний Денис – политический активист из Ростовской области. До своего задержания он администрировал несколько интернет-пабликов анархистской направленности. Правозащитники заявляли, что причина его преследования в России – антивоенная позиция и осуждение российского вторжения в Украину. В Бишкеке десятки семей устроили бессрочную акцию протеста. Они требуют от властей обратить внимание на долгострой, в котором они купили квартиры. Горожане установили юрту на месте, где должны были построить их дома. Протестующие – участники долевого строительства. Они выкупили квартиры еще до того, как застройщик начал возводить фундамент домов. На двух гектарах земли компания должна была построить пять многоэтажек и сдать их в эксплуатацию еще два года назад. Однако после завершения строительства двух домов компания приостановила работу. Соглашение с ней подписали около 250 семей. Многие из них заплатили до 90% от стоимости жилья. Мы взяли однокомнатную квартиру – 44 квадратных метра. Квартира оценивалась в 1 миллион 200 тысяч сомов. Я выплатила сразу миллион сомов. 200 тысяч мы договорились отдать после того, как я заберу ключи. Появился некий Жан Чаркалиев, который заявил, что эта земля принадлежит ему. Когда мы сказали, что у нас есть документы из госрегистра, он сказал, что земля его, и если мы хотим, мы можем у него ее выкупить. Он сказал, что не будет с нами разговаривать. Сказал, что глава ГКНБ Камчебек Ташиев – его родственник. Чиновники, которые пришли выслушать горожан, рассказали, что в этом же районе Бишкека есть еще четыре подобных объекта. В прошлом месяце в правительстве страны сообщили, что всего в Кыргызстане числится 87 многоэтажных зданий, которые строятся без разрешительных документов. Глава Кабмина Аклбек Джабаров заявлял, что власти собираются запретить продажу домов на стадии возведения. Мы сейчас поговорим с обеими сторонами и узнаем, как эту землю оформили в 2006 году. Изучим договор между компаниями «Креатив» и «Эмстройгрупп». На каких условиях они договорились поделить землю и построить дома. Изучим вместе со следственными органами и вынесем решение. Вице-премьер правительства «Талибов» проинспектировал строительство канала «Коштипа». Это большой проект новых властей Афганистана, который, по их задумке, поможет оросить засушливые районы и способствует развитию сельского хозяйства. Вода в канал будет поступать из крупнейшей реки региона Мударьи. Это может привести к ее дефициту в Туркменистане и Узбекистане, сообщает издание «Тахроники Туркменистана». Канал «Ташкоштипа» строят в афганистанской провинции Балх, которая граничит с Туркменистаном. Узбекистанские эксперты еще в феврале заявляли, что проект может ухудшить и без того сложную ситуацию с водой в регионе. После завершения строительства канала потребление воды из Амударьи в Афганистане может вырасти более чем в два раза. Если для Таджикистана, который, как и Афганистан, находится в верхней части Амударьи, Каштипа не станет большой проблемой, то расположенные ниже по течению Узбекистана и Туркменистан могут потерять до 15% растительной воды из главной реки региона, сообщает Кунус. В Афганистане, несмотря на ограничения, которые действуют в отношении женщин, продолжают работать женщины-медики. Принимать пациентов мужчинам категорически запрещено. Строгие правила касаются и стоматологических клиник. Все работницы таких больниц – женщины. Для того, чтобы получить медицинскую помощь, пациенткам приходится ехать в другие районы. Например, такая ситуация в провинции Гор – одной из наименее развитых в стране. На всю область здесь работают только три врача – два гинеколога и один стоматолог. У меня есть все, что нужно стоматологической клинике. Я усердно работала и уверена, что достаточно квалифицирована, чтобы обслуживать своих пациентов. Стать стоматологом было моей мечтой с детства. К счастью, моя мечта сбылась. В провинции Гор с помощью моей семьи и мужа мне удалось открыть стоматологическую клинику для женщин. В конце прошлого года Талибан запретил девушкам учиться в высших учебных заведениях. Хотя за три месяца до этого в вузах прошли вступительные экзамены и тысячи женщин стали студентками. При этом из-за решения правительства страны, те женщины, которые завершили учебу, не смогли сдать экзамены. В медицинском совете Афганистана заявили, что разработали план допуска студенток медицинских вузов к выпускным экзаменам. Об этом сообщил телеканал Толу Ньюз. Технические консультанты совета рассказали, что уже отправили план правительству талибов. Женщины, которые живут в Афганистане, говорят, что радуются, когда власти предоставляют им подобные возможности, поскольку это расширяет их доступ к медицине. Я очень рада, что открылась эта клиника. Это также вдохновление для других женщин. Это расширяет наши права и возможности. Мы надеемся, что другие женщины также активизируются и начнут чем-нибудь заниматься. Главы Минобороны США и России провели телефонные переговоры. Ллойд Остин и Сергей Шойгу обсудили столкновение российского истребителя с американским беспилотником над Черным морем. Минобороны России сообщили, что беседа была инициирована американской стороной. По данным российского военного ведомства, Шойгу заявил, что США пересекли границу зону ограничения полетов. Глава Минобороны России также отметил, что полеты беспилотников США у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки. В Ментагоне подтвердили, что Остин провел переговоры с Шойгу, уточнив, что темой беседы стало недавнее непрофессиональное, опасное и безрассудное поведение российских пилотов в международном воздушном пространстве. Американские власти подчеркивают, что они, как и большинство стран мира, не признают аннексию Крыма. Россия считает полуостров территорией Украины. Во вторник российский истребитель Су-27 сбил над Черным морем американский разведывательный беспилотник МКУ-9. В ВВС США уточнили, что он выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве. Я только что разговаривал по телефону со своим российским коллегой министром Шойгу. Как я уже неоднократно говорил, важно, чтобы великие державы были образцом прозрачности и коммуникации. Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать там, где это позволяет международное право. Россия должна эксплуатировать свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом. И это были главные новости к этому часу. Всего доброго.